Добрый день, меня зовут Сергей, я продолжаю вам рассказывать про катер Борей. Как еще раз повторюсь, катер Борей это профессиональный вейкбордийский катер, предназначенный для серфинга, для катания вейкборда, лыжников и всего остального. Плюшек и все, что душе будет угодно. Данный катер уникален тем, что это действительно катер, который рассчитан и предназначен именно для данной цели. Он в том числе при наличии вот такого двигателя, вот мотор у него уже стоит, рядом достали. То есть сейчас про моторы, про данную штуку я сейчас буду снимать отдельные ролики, сейчас пока рассказываю конкретно про катер. То есть примечательно то, что с данным мотором он может развивать скорость до 58 км в час, развивать скорость достаточно быстро, и в принципе этот, как его называется, в этом плане он абсолютно не будет уступать своим, ну что ли, помимо комфорта и всему остальному, то есть ну очень похож на свои аналоги, которые будут гораздо более дорогие. Так, ну что могу здесь сказать про данный, про настоящий момент при разборке. То есть, ну как я еще раз говорил, катер в запущенном состоянии, то есть им заниматься, заниматься и заниматься. То есть сейчас будет происходить работа по мотору, а пока я сейчас покажу, как вообще в принципе он устроен. Ну катер имеет, не имеет рулевой колонки, то есть как видите, здесь у него по сути свои управления сделано вот подобного плана, то есть это вот рулевое управление пером, перо руля. Соответственно он имеет грибной вал внизу, который непосредственно напрямую связан с редуктором. От редуктора идет через систему этих, как его называется, через передачу, типа небольшого кардана идет соответственно к коробке, и коробка соответственно монтируется на самом двигателе. Коробка в ней, насколько я понимаю, система сцепления и все остальное. Что примечательно по данному мотору, по данному катеру? Ну во-первых, как еще раз говорю, в нем установлен газоновский, мотор от газона 53-го, это 8-цилиндровый V-образный мотор, который мощностью, насколько я понимаю, наверное в районе будет 200 лошадиных сил или что-то около этого. То есть какое непосредственно, надо посмотреть по паспорту катера, что здесь можно, что и как можно по данному мотору сказать. То есть мотор имеет двухконтурную систему увлажнения, мотор исключительно чистый, автомобильный мотор, он очень интересный. Сейчас по ним и конкретно по обзору данного мотора будут отдельные ролики. Мотор развернут кверх ногами, то есть если допустим все катера американского производства и зарубежного производства, которые установлены со стационарной угловой колонкой, они имеют грибной вал, муфту грибного, грибной вал соединяется посредством муфты непосредственно здесь, то есть сзади мотора. А здесь мотор развернут, то есть это вот его часть находится в корме, соответственно коробка и редуктор через крестовины и импровизированный карданный вал идут в сторону кокпита и оттуда же идет под наклоном соответственно грибной винт, вал грибного винта. То есть в принципе конструкция, вероятно, имеет какое-то под собой обоснование, хотя собственно мне кажется, что конструкции, которые идут, допустим, ну видимо это связано с размерами катера, потому что если рассматривать допустим финские, векбардийские катера, которые мне попадались, были у нас в ремонте, то есть у них мотор смещен ближе к середине, то есть к середине катера и он позволяет, то есть как его называется, он позволяет установить грибной вал так, чтобы он выходил под перо руля соответственно, сюда вот, здесь вот точно так же, но размеры катера позволяли все это дело поставить. Здесь вероятно размеры катера не позволили это сделать, потому что катер в принципе не очень большой и поэтому было решено производителем почему-то сделать, ну вот вероятно из этих соображений сделано было именно так. Мотор установлен на металлической раме в катере, свареной металлической раме через подушки, ну подушки здесь уже колхозные стоят, но вероятно родных уже просто в природе не существует, ну соответственно, как его называется, система выхлопа, вот это вот, это система выхлопа, выхлоп охлаждаемый, вообще изначально, насколько я понимаю, данный мотор в принципе с данным катером работал, должен был работать на Тассоре, потому что это автомобильный мотор, чтобы у него соответственно не происходило окисление внутри мотора максимально и не ржавел, то есть, но здесь, я насколько понимаю, здесь все вот работало уже давным-давно на воде, здесь просто тупо сюда заливалась вода, в бачок расширительный, и этот, как его называется, все работало кругом на одной воде, хотя по сути своей, я думаю, что наверное изначально эта вся тема должна была быть как-то связана с Тасолом и с дополнительной системой охлаждения, но может быть я не прав, то есть может быть здесь надо еще вот разбираться, как это все дело работает, но то, что Тасола в этом моторе не было никогда, это 100%. Ну, конкретно по данному катеру, мотор в принципе капиталился, то есть видно, что он такой более-менее чистенький, но на колхожем на нем как положено, то есть здесь половина шлангов не идут непонятно куда, половина все вот это вот находится в полуразвальном состоянии, весь он с верхушки, его вся проржавела уже, но это как бы ничего страшного, сейчас все это будет разбираться, чиститься, отмываться и собираться заново. То есть надеюсь, что, по крайней мере, что мотор будет действительно откапитален, и что его не усрали в процессе начала эксплуатации. Так, ну, вон валяются сиденья катера, задние сиденья, деревянные изделия, которые в принципе все пришли, как я и говорил, в некодности из-за того, что в катер постоянно длилась вода. Сейчас катер немножко пропылесошен, отмывать его, ну, наверное, моторный отсек мы отмоем, а отмывать этот, как его называется, весь корпус будем уже, когда будет идти этап сброса катера на воду. Ну, а давайте я сейчас покажу это вот дело, сниму камеру со штатива и покажу, как это все выглядит поподробнее. Так, ну вот я вам показываю мотор со всех сторон. Мотор интересный, идея его интересная. Это вот коробка, сюда крепится кардан небольшой, вот V-образный мотор, ну, вот подстропок еще я не снял. Сейчас он стоит на поддоне и на площадке. Это вот полностью сгнившее сиденье, ну, вот видите, здесь вот ловить особо нечего, вот они все, все основания полностью гнивые, но это все чисто утиль, это все сейчас полностью выкинется. Вот вам показываю кокпит, рулевая панель катера с приборами. Непонятно, что здесь работает, что и не работает. Пол, ящик пола, под здесь находится бензобак, заправочная емкость, вот это вот заправка бензобака, соответственно. И дальше вот, вот сейчас видно, вот это вот рама как раз желтая. То есть, это рама, на которой стоит сам мотор. И вот систему я показываю, систему выхлопа. То есть, выхлоп производится вот через эти отверстия. Это, я так понимаю, специально какой-то своеобразный вариант захлопок, но толку от них никакого нет, и понту в них тоже никакого нет. Ну и, соответственно, вот грибной вал сам. Винт достаточно устосанный, винт будет демонтироваться, потому что с такими повреждениями он бьет, наверное, нещадно. Это мы все дело тоже покрасим. То есть, будет достаточно, отшлифуем и будет, обточим, будет достаточно, перо руля будет также презентабельно. Ну, вот, соответственно, это вот рымы, штатные рымы для буксировки. Изначально на катере стояла вот такая вот корга. Мы ее демонтировали, на место мы ее ставить не будем, это уйдет металлолом. Это вот капот непосредственно катера. Ну, вот, капот не мыли. Ну, говорю, внешний вид мыться будет позже. Сейчас он, в принципе, прибран, из него убрана вся листва. Листвы тут было очень много. Почти, наверное, большой мусорный мешок. Ну, и вот, собственно, сам катер. Ставлю камеру. Работа будет производиться по этому катеру в несколько этапов. То есть, первый этап, это, говорю, вот сейчас была подготовлена разобранная электрика. Разобраны все вот патрубки. Патрубки, кстати, не были все на гуху. То есть, все патрубки придется менять. Сейчас будет производиться параллель несколько работ. То есть, во-первых, будет разбираться, карбюратор снимется. Вся система наверняка все закисла полностью. И этот, как его называется, будет выставляться заново зажигание, проверяться. Провода, которые идут в катушки, достаточно стрёмные. Проводку не знаю, но мне заверяли, клятвенно заверяли, что данный мотор работал. Будем верить, что он действительно работал. Будут сняты, разобраны вся система охлаждения полностью. Заменены все прокладки на моторе. Система охлаждения, соответственно. Будет произведена диагностика коробки. Мотор будет, соответственно, весь очищен. И по ходу работы с ним я буду снимать отдельные дополнительные ролики. Здесь по катеру будет делаться сейчас следующая вещь. Во-первых, вымоется весь моторный отсек. Вымоется кокпит изнутри. Будет проверены элементы проводки, элементы работы приборов. Проверена работа рулевого управления. Вал, как еще раз говорю, будет демонтирован. То есть, все это дело мы разберем и продиагностируем. После этого будет пошит новый салон на катер. Вот эти вот сидушки, которые я показывал, которые полностью пришли в негодность, они уже все в утире. Просто я их до мусорки не донес. Основное сидение, вероятно, ну может быть каркас я оставлю. Заменю только нижнюю фанельную часть, ее поставлю на новую, соответственно, панелу покрашу. И перешью само сидение. То есть, сидушку, наверное, в водительскую сидение, наверное, я восстановлю. Остальные я восстанавливать не буду, потому что это утирь. Ну и все, после того, как все данные операции будут собраны, произведутся, катер будет обратно собран и подготовлен уже к спуску на воду. Но сейчас самое главное, это произвести диагностику, выяснить, в каком состоянии находятся в первую голову холодильники. Всевозможные здесь масляные холодильники, два водяных холодильника. Предназначение их я расскажу сейчас отдельно, потому что данный мотор, как я еще раз говорю, он очень интересен. Интересен в первую голову тем, что это реально адаптированный мотор, обычный автомобильный мотор, который адаптирован для установки и использования на катере. Это достаточно редкий зверь, потому что здесь применены ряд решений, которые можно использовать для разных ситуаций и совершенно разных тем. Но, как я говорю, сейчас смотрите дальнейшие ролики, посвященные моторам. На плейлисте будет отдельная папка посвящена моторам и в ней будет очень много информации, потому что мы не занимаемся моторами. Я не люблю это мероприятие, но с этим всегда приходится сталкиваться и когда приходится сталкиваться, соответственно, приходится это дело делать. То есть приходится проводить и капитальный ремонт моторов, и разбирать моторы, и что-то у них ремонтировать. Это непрестанный какой-то процесс, хотя мы не специализируемся на этом деле. Но сейчас, поэтому я решил ветки, которые относятся к моторам, сделать отдельным плейлистом на канале. И все, что, допустим, было раньше снято по моторам, я сейчас туда перекину. И, соответственно, все новые ролики, которые будут посвящены также двигателям, будь то автомобильные двигатели, катерные двигатели, любые другие двигатели, авиационные двигатели в том числе. То есть по ним будет, соответственно, отдельная тема. А так, смотрите продолжение роликов, посвященные катеру Борей. Как еще раз говорю, очень заслуживающий внимания бейкбардийский катер. Заслуживает внимания он должен в первую голову своей ценой и тем, что за свою цену, за свои деньги он в состоянии делать. В конечном итоге. Потому что аналоги катера, аналоги Боррея, это просто катера, которые стоят безумных денег, в настоящий момент особенно. Так что все, смотрите за внимательным продолжением, если вас интересует данная тема. Спасибо за внимание. Вопросы, как всегда, можно вызывать на почту 1серж23собакамейл.ру. Обязательно всем отвечу. До свидания.